Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Что ж, сегодня я поделюсь с вами своими находками и расскажу о своих покупках, которые я совершила. И, возможно, многих удивит, что сегодня я и в свитере красном, и сережка на мне блестит, и больше такой лук для меня лично подходит для какого-нибудь поздравления с Новым Годом. Но нет, это видео будет совершенно обыденным, и, в общем-то, надела на себя как раз такие вещи, с которых я хотела бы начать. И первая вещь, которую я себе прикупила, это вот такие сережки. Скоро я запишу видео, на мой взгляд, оно будет очень интересно, потому что та логика, которую я смогла понять сама для себя, озвучить сама для себя, она, наконец-то, для меня стала определяющей в выборе, прежде всего, украшений, прежде всего, в том, что касается именно бижутерии. Я расскажу, как я сама буду выбирать себе бижутерию, если вдруг мне понадобится выбор, каким критерием она должна, на мой взгляд, соответствовать, чтобы смотреться очень классно и стильно. Итак, я купила вот такую сережку, но все началось с того, что я вообще давно искала себе такие серьги подобные, много раз показывала и рассказывала, как, на мой взгляд, вот такой простой аксессуар, который стоит недорого, который можно носить с утра до ночи, блестеть с утра до ночи, даже в сад ребенка, мне кажется, можно отвезти в таких сережках, но об этом видео будет отдельно про аксессуары подобного рода. Так вот, я люблю такие аксессуары и всегда к ним присматривалась. И я встретила в один и тот же день, помимо этих сережек, также сережки длинные, цепочка, наверное, вот сюда доходила, то есть сережка со стразами, сережка-цепочка. И не было одного страза, я не смогла купить, но обязательно, обязательно вернусь, потому что, ну, очень мне нравится идея вот таких сережек, в особенности, если у вас вот такие длинные волосы, как у меня, и действительно эти сережки только в движении может быть видно. А дело только на одно ухо, но не потому, что я считаю, что нужно носить на одном ухе, хотя это, конечно же, допустимо, просто потому, чтобы показать упаковку. Это H&M, эти сережки стоили 9,90, я влюбилась в них сразу же, но на кассе еще оказалось, что на них практически 50% скидка, я была очень-очень рада. Нашла вообще очень много классных аксессуаров в H&M, но не все купила просто потому, что, ну, действительно, иначе всего будет очень много. И вот такой набор я встретила, здесь мне тоже понравились сережки, они тоже со стразами, и здесь также были заколки. Заколки сейчас мне тоже нужны для того, чтобы вот так волосы фиксировать, но я думаю, что все мы понимаем, что сережка такая явная, плюс такая заколка, это не то, что должно быть рядом друг с другом. Вообще, я поняла, что я очень люблю блеск, я рассказывала много раз, что в Италии я полюбила стразы и пайетки, раньше к этому относилась очень настороженно, но теперь прямо-таки для меня это, ну, если уж не must have, то это то, что меня очень-очень радует. Я также встретила вот такое платье, но поскольку мои мальчишки уже пошли к машине, я не смогла посоветоваться с мужем, потому что это платье я бы купила не на Новый год себе, я бы купила его, что называется, для повседневной жизни, для повседневной носки, и носила бы его так, как предлагают витринисты. Я много раз рассказывала, что витринисты обращают наше внимание на то, что вот такие платья, либо юбки, либо, возможно, топ, я много раз показывала, можно потом компоновать и носить действительно с повседневной жизнью. В Италии это норма наряжаться во что-то сверкающее уже после обеда и совершать самую обычную прогулку. То есть итальянки наряжаются не для того, чтобы пойти куда-то в ресторан, например, а прямо-таки для прогулки. Вот эти все стразы и пайетки уместны уже на улицах города. И я подумала, что смогу носить такое классное платье, либо с грубыми сапогами, у меня есть а-ля жакейские. Именно так намекают и предлагают нам ядринисты носить все это после Нового года, возможно. И также с черным пиджаком. Мне показалось, это будет очень классно, очень смело. Но я решила спросить у своего мужа, будет ли он ходить рядом со мной. И самое главное, чувствовать в себя комфортно, если я вот так буду вся сверкать и переливаться. На что мой муж сказал, что ему нужно на это платье глянуть внутри. Это магазин Твинцет. Это платье стоило 150 евро. Я очень и очень его себе хочу. Итак, я думаю, сейчас все выключили видео. Кто подумал, она будет только о пайетках и стразах рассказывать. И продолжим более серьезными вещами. На мне свитер. Свитер, купленный на рыночке. Это 100% кашемир, чему я очень-очень рада. Точнее, не тому, что это 100% кашемир, а тому, что я смогла найти такую классную вещь на рынке. Но рассказываю вам о ней по двум причинам. Да, во-первых, я убеждена, что можно одеться хорошо и классно, и стильно в любом месте, если у тебя прежде всего есть фэшн-смелость, если у тебя есть насмотренность. И если ты готова экспериментировать и не боишься ошибаться. Все ошибаются, когда экспериментируют, но зато получают свой фэшн-опыт, если мы говорим об одежде. Так вот, на мне свитер XL мужской. Он, в общем-то, наверное, уже никому не был нужен, потому что он очень-очень большой. Такой свитер можно найти и в любом отделе мужском. И я взяла его и обратила на него внимание, конечно же, прежде всего из-за цвета. Это тот красный цвет, тот оттенок красного, который мне нужен. Я всегда буду обращать внимание, имейте в виду, что любой цвет, кроме черного и белого, имеет свой потон, теплый либо холодный. Это может быть красный цвет, это может быть серый цвет. Серый цвет считается базовым, а также, как и бежевые, все оттенки считаются базовыми. Но они могут украшать нашу внешность, либо портить, если у них холодный потон. А холодный потон, допустим, нам не идет. Либо теплый потон, а теплый потон нам не идет. Мне кажется, совершенно очевидно, что я человек, которому идет теплый потон. Поэтому этот свитер я купила, но он был не единственным свитером мужского плана, который я также купила. Конечно же, сторговавшись, я беру, что называется, не одну вещь. Кстати, этот свитер я купила на том же развале, по-другому не скажешь. Я показывала, что там все навалено, навалено. И там нужно прямо-таки копаться, чтобы найти свои вещи. Я купила там же, где купила себе свитер, показывала такого интересного цвета морской волны. Итак, еще один свитер вот такой. Это тоже кашемир, но вся его прелесть не в том, что это кашемир, а в том, что он очень плотный. Он действительно, ну не пожалели кашемирщика сюда совершенно точно. Это тоже мужской свитер. Мой муж, я на самом деле предложила ему взять эти свитера и носить, что называется, на двоих. Но он сказал, что ему не подходит такой фасон. Он действительно любит, когда все более облегающее и силуэт, скажем так, он называет это не возрастной силуэт, скажем так, а, соответственно, действительно зауженный к низу джемпер либо свитер. И более узкий рукав. А здесь очевидно, что рукав очень-очень широкий. И точно такой же крой старомодный, мы бы сказали, у этого свитера. Ну, в общем-то, очевидно, что действительно здесь огромный рукав. Но могу сказать, что вот эта стилистика а-ля 90-е, она, на мой взгляд, сейчас очень популярна, набирает популярность. И она очень свежо смотрится. Я рассказывала, что я полюбила на мальчишках, да и на девчонках тоже, и на любых, на самом деле, модниках и модницах любого возраста, вот эти старомодные дубленки. Мне они стали так нравиться. Я бы себе такую тоже, ну, если уж не купила, то взяла бы поносить у кого-нибудь совершенно точно. И точно так же с этими свитерами. Все-таки мой муж примерил эти свитера. И с узкими брюками это смотрится хорошо. Мне понравилось на нем, ну, и мне понравилось на себе. И действительно, это, опять же, вот с такой сережкой, возможно, висящей. Это оценка к 90-м. Единственное, что, конечно же, внизу нужно утянуться. Либо должна быть юбка-карандаш, либо этот свитер мы заправляем в брюки, либо летящая юбка. Но обязательно хотя бы один край нужно заправить, чтобы обозначить, скажем так, где объем заканчивается. И, возможно, больше не начинается. А если внизу у нас что-то летящее, где он снова начинается. Поэтому вот такой свитер снова стал моим приобретением. Я хотела другой свитер, но поскольку мы договаривались с мужем, и я рассказывала о своей концепции иметь несколько вещей на несколько членов семьи, и он выбрал скорее, сказал, я буду этот носить, чем тот, что мне нравился другой. Соответственно, мы остановились на этом свитере. И я купила также себе, но на другом уже прилавке, на другом развале как-то звучит несолидно. Еще один кашемировый свитер. Меня часто уже спрашивают, я знаю, какой кашемир может быть на рынке. Вы знаете, да, на рынке может быть кашемир, потому что, по крайней мере, на итальянских рынках, но, мне кажется, на всех европейских рынках. Это очень популярная история, когда какой-нибудь магазин выставляет в какие-нибудь сезоны, либо постоянно имеет свое место, где продает чуть-чуть дешевле, просто потому, что место ему обходится дешевле, то есть не надо платить за свет, не нужно платить такие деньги за аренду, и, соответственно, там и товар дешевле. Товар тот же самый, я вас уверяю, я много раз с этим сталкивалась. И вот такой свитер, вообще этот свитер просто находка. Я уже его поносила, я уже в нем парикмахерскую съездила и видео в нем записала. Этот свитер мне очень-очень понравился, поэтому совершенно точно очень рада такой своей находке. Еще одна моя находка, на самом деле, она случилась давно, но я уверена, что если вы сейчас обратитесь в магазин Тенезис, Тезенис, все время я неправильно произношу, вы найдете там вот такие классные носки. Это, возможно, стопроцентный даже хлопок, но не суть важна. Да, 87% хлопка и, наверное, что-то еще искусственного, но в любом случае классное сочетание цветов. Кого напоминает вам, кто смотрит мои обзоры витрин в том числе, конечно же, скажет, что да, это очень похоже на Браду. Но самое главное, что вот такой носок будет очень хорошо смотреться с чем? С черными босоножками, очень-очень простыми, наподобие которых я уже показывала. Ну и, конечно же, с кроссовками, в том числе с черными, потому что у нас будет замкнутая вот эта часть, то есть черный кроссовок, черные кеды, возможно, и вот эта часть верхняя будет замыкать. Ну, в общем-то, это очень удачное сочетание цветов. Сейчас не буду объяснять, почему, возможно, даже и не смогу. Вот такой носок нашла. Я также нашла потрясающие колготки цвета фуксии в этом же магазине, но они все висели внизу, и не было ни одной пары на складе, и там все упаковки были полной пыли. Соответственно, я не стала покупать... В одной упаковке было две пары колготок, одни фуксии, а другие черные, и невозможно было очистить. Я думаю, что мы все понимаем, что даже микропыль и маленькое ее количество портит вид темных колготок, и в данном случае портила вид в том числе и колготок цвета фуксии. Но если вы найдетесь с черными аутфитами, я рассказывала, как однажды на витрине пинка я увидела, это совершенно точно, вместе вот с такими носками, находка-находка, тем более, что сейчас скоро будут распродажи. Следующие мои покупки из раздела бьюти. Я много раз говорила, что у меня есть абсолютный фаворит. Это вот такой карандаш и в роше. И, внимание, если вы так же, как и я, ищете, не можете найти и не знаете, куда обратиться, ищите карандаш без красного подтона, без кирпичного подтона. Если у вас, допустим, база такая же темная, как у меня темно-русая, кстати, мне парикмахер сказал, что я блондинка. Да, у меня темный блонд, мои волосы, это было удивительно вас слышать. То совершенно точно могу вам рекомендовать вот такой карандаш и в роше. Даже не помню, сколько он стоит. И это 0,2 цвет. Там очень много похожих таких карандашей. Возможно, представлено 7 штук, возможно, 6, но что-то около того. И очень-очень похожие оттенки. Нам даже было трудно выбрать с девушкой-консультантом вот по такому огрызочку, потому что цвет не сохранился. Какой же цвет совпадает? 0,2 оттенок. Рекомендую искренне всем. Прекрасно карандаш носится, прекрасно ложится, стоит недорого. И самое главное, никакого даже намека на красный подтон. И также я купила себе, но, признаюсь, еще не пробовала, вот совершенно запакованная, 0,1 тушь для бровей, для фиксации бровей, которая также продает цвет гель для бровей. Мне очень нравятся такие продукты, потому что я в течение дня много раз переодеваюсь, и мне важно, чтобы мои брови, в общем-то, оставались там, где они оставались. Поэтому такими гелями я сейчас пользуюсь. Но раньше совершенно они мне были за ненадобностью. И могу сказать совершенно точно, 0,1 оттенок не содержит красного пигмента. Как вообще протестировать продукт? Будь то карандаш, будь то любой продукт, который мы будем использовать для глаз, повторюсь, подводка, возможно, не черная, возможно, тин для бровей, возможно, гель для бровей, возможно, карандаш для бровей. Возьмите, пожалуйста, с собой, если в магазине не предусмотрена раздача бесплатная белых салфеток, которыми обычно потом стираем мы все макияж, возьмите с собой белую салфетку и очень хорошо вытрите об эту салфетку тестер. И, соответственно, нарисуйте полоску всем, чем вам... Все, что вы хотите протестировать, это может быть карандаш, тинт, повторюсь, вот такая тушь. И с этой салфеткой вы выходите на улицу и смотрите по дневным освещениям. Вы совершенно точно, без труда разглядите, есть кирпичный пигмент, красный так называемый пигмент, оранжевый подтон, возможно, еще его называют, либо он полностью отсутствует. На белой салфетке все видно очень-очень хорошо. В то время, когда мы пытаемся в моменте протестировать, опять же, при освещении, которое имеется, не всегда видно. Ну и последняя моя покупка, спасибо моему мужу. Он увидел, мы случайно шли с детьми между рыночных рядов, и он увидел перчатки. Я сейчас в моменте их не покажу, покажу на съемке уже, я потому что в них уже была, такие перчатки для меня незаменимы, потому что я снимаю, и мне нужно иметь всегда пальцы открытыми, чтобы контактировать с экраном телефона. И руки все равно мерзнут. Ну и вообще, я всегда считала вот такие перчатки очень-очень стильным дополнением. И у меня появились перчатки, как вы видите, не из кожаной, а верхняя часть связана крючком. Вообще, я пришла к выводу, что такие перчатки, кому хочется, в общем-то, можно заказать, чтобы кто-то связал крючком. Я думаю, это сделать несложно, будут смотреться тоже очень-очень хорошо и стильно, по крайней мере, в черном варианте. Совершенно точно их можно сделать, они будут хорошо смотреться. Я же купила вот в таком цвете, кремовый цвет, плюс коричневая кожа, подо все подходит, такой цвет кожи тоже много раз рассказывала. И эти перчатки обошлись мне несколько дешевле. В 35 евро они мне обошлись. Чем стандартно они стоят? На нашем рынке, где я покупаю, я много раз рассказывала, что такой же магазин есть в Венеции. На рынке я покупаю такие перчатки за 45 евро, а в Венеции они стоят какие-нибудь 55 либо 65 евро. И не потому, что это Венеция, а прежде всего, потому что магазин, аренда магазина стоит дороже изначально, чем рыночное место. И, в общем-то, я стала также обладательницей вот такого, на мой взгляд, модного, классного, удобного аксессуара. Ну что ж, вот такие мои покупки на сегодня. Желаю всем почувствовать в себе фэшную волну. Не тратить немного денег, немного времени на подбор аксессуаров, также одежды, потому что я в который раз убедилась, что, в общем-то, можно действительно выглядеть очень-очень стильно, покупать классные вещи, вот действительно, за минимальный, за минимальный бюджет. Чего и вам желаю. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok